Здравствуйте, друзья! Вы на канале China Inspect. Как вы видите, мы находимся снова возле официального магазина Xiaomi в Китае. И, как вы понимаете, сегодня речь пойдет по поводу Redmi Note 7 Pro. Презентация телефона состоялась 18 марта. Сегодня мы решили его повертеть в руках, посмотреть и сравнить с его конкурентами. Как вы понимаете, в руках у нас будет сегодня китайская версия прошивки. Официальная версия должна выйти в конце марта. Готовы? Поехали! Как вы видите, здесь представлен стенд, на котором расположены телефоны. У меня в руках сейчас Redmi Note 7 Pro. Также возле него расположена его младшая модель, Redmi Note 7. Дальше есть Xiaomi Play и Redmi 7. Сегодня мы будем сравнивать только эти два телефона. Note 7 Pro у меня в руках. И сразу, что бросается в глаза, это то, что внешний телефон невозможно отличить от обычной версии. Это неудивительно, ведь производитель поменял только начинку. Но, как мне кажется, Xiaomi могли бы хотя бы сделать какую-то пометку на корпусе, что у вас в руках именно версия Pro. Оба эти телефона оснащены дисплеями IPS с Full HD+, разрешением 2340х1980 точек, имеют маленький каплевидный вырез для фронтальной камеры, представленный в одинаковых цветовых вариантах. Это синий, красный и серый. В нашем случае синий цвет. Внешне телефоны идентичные, а вот начинка разная, и поэтому цены у них тоже разные. Версия Pro 6128 стоит 1599 юаней. А за обычную Redmi Note 7 в максимальной комплектации 664 вы отдадите 1399 юаней. Давайте их сравним. Цена обоих телефонов с хорошим железом невысока. Но все же, стоит ли брать версию Pro или можно сэкономить от 30 до 80 долларов в зависимости от комплектации и взять обычную версию? Поговорим об этом, конечно, в полном оздоре. А пока напишите в комментариях, готовы ли вы купить именно версию Pro или остановили бы свой выбор на обычной. Будет интересно услышать ваше мнение. Если сравнивать версию Redmi Note Pro 7 и Redmi 7, то за 1599 юаней вы получаете полностью стеклянный корпус. В Redmi 7 за 999 юаней вы получаете хороший экран, но пластиковую заднюю панель. Давайте вновь вернемся к 7 серии Redmi Note и разберем вкратце, за что же мы переплачиваем. Ну, первое – это процессор. В обычной версии стоит Snapdragon 660, а в Pro 675. Казалось бы, процессы примерно одного уровня, но 660 набирает в Antutu около 140 тысяч баллов, а 675 – 185, как заявляет производитель. Существенная прибавка в производительности. Тест процессора мы сделаем в полном обзоре, обязательно посмотрите. Количество оперативной памяти в максимальной комплектации обычной версии и версии Pro одинаковое. У обоих телефонов по 6 гигабайт, а вот внутренней памяти в версии Pro больше – 128 против 64. Еще одно существенное отличие – Redmi Note 7. Здесь установлен 48-мегапиксельный модуль от Samsung GM1, а в новой версии это Sony IMX586, такой же, как и в Mi 9. Тест камеры вы также увидите в полном обзоре. Ну а на этом у нас все. Оставляйте в комментариях свое мнение по поводу, готовы ли вы слегка переплатить за более производительную версию, или оставляйте свой выбор за Redmi Note 7. Ну и не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, где мы выставляем много интересных новостей в сфере электроники. Пока!